В стерлетомаке задержали подозреваемого в попытке похищения 7-летней девочки. Им оказался 18-летний местный житель. Правоохранители предполагают, что у него есть проблемы с психикой. Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в одном из дворов города 5 февраля. На появившихся в сети кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина схватил 7-летнюю девочку за руку и попытался утащить ее с собой, однако на помощь ребенку пришел 11-летний брат. Они пришли домой заплаканные. Не могли говорить даже. Я испугалась. Потом объяснили, что сестренку чуть не утащил незнакомый мужчина, рассказала мать девочки. По данным регионального следкома, подозреваемый 18-летний юноша с психическим заболеванием, который проживает с матерью в том же районе. Полицейским удалось быстро выйти на след преступника и найти в его доме вещи, в которых парень был в момент неудачной попытки похищения, в том числе ту самую белую балаклаву. Возможно, у него началось обострение. Вчера молодой человек пришел домой и стал себя вести очень странно. Родственники решили поместить его в спецучреждение. При этом они не знали, что произошло на улице. Живодеры в чете жестоко издевались над потерявшейся собакой породы хаски, засунув в нее палку. Об происшествии рассказала забравшая собаку на лечение за волонтер Ирина Морозова. «Вчера вечером мне позвонила женщина из микрорайона батарейной и сказала, что на улице лежит окровавленная собака. Сначала подумали, что ее сбила машина, но оказалось, что произошло вот это. Пес сильно ослаб от кровопотери и находился в болевом шоке. Я многое видела за годы работы с животными, но такое впервые. До сих пор не могу отойти», поделилась она. К тому времени все ветеринарные клиники были уже закрыты, поэтому женщине пришлось всю ночь выхаживать собаку дома. Это оказался кобель с клеймом, по которому удалось установить хозяйку. Оказалось, что пес 3 февраля потерялся, и владелица его разыскивала. Удалось удалить кусок торчавшей из тела палки, остановить кровотечение и стабилизировать состояние, но он чувствует себя плохо. Однако неизвестно, остались ли обломки внутри. Кроме того, на голове животного рана, похоже, нанесенная острым предметом. «Сейчас поедем в ветклинику, скорее всего, будет экстренная операция. Там встретимся с хозяйкой собаки и обсудим обращение в полицию», отметила Ирина Морозова. После полученных повреждений собаки по кличке Бак пришлось перенести сложную операцию. У собаки начальная стадия перитонита. Шансы выжить сейчас 50 на 50. Состояние тяжелое, но стабильное, а это уже хорошо. Для того, чтобы провести операцию псу, деньги собирали неравнодушные жители Забайкалья. Четвероклассник, которого соблазнила учительница из Ленобласти, отказывается ходить в школу, у него депрессия. Пока Антонина находится под арест, ребята привыкают к будням в школе без нее. А пострадавший от действий учительницы мальчик и вовсе объявил бойкот. У ребят сейчас разные учителя, в зависимости от предмета. Другие педагоги с неохотой к нам идут. У нас напряженная обстановка, поделился один из родителей детей из класса. Мальчик, которого учительница соблазняла, не вернулся в школу. Ему сейчас необходима помощь психолога, у него депрессия. Родители пострадавшего ребенка не стали комментировать новости о его состоянии. Учительница грозит от 12 до 20 лет колонии, если ее вину докажут. Напомним, в телефоне учительницы нашли переписку с четвероклассником, у которого она преподавала. По версии следствия, сообщениями она не ограничивалась якобы оставляла ребенка после уроков, где разрешала распускать руки. Учительницу отправили под домашний арест. После первых признательных показаний в романе она пошла на попятную и теперь строит свою защиту уже на том, что это сам мальчик оказывал ей знаки внимания, а она, как могла, увиливала от ухаживаний, чтобы не травмировать детскую психику. Но как видим, психика мальца затронута, любовь она такая. По словам друзей Антонины, она была почти круглой отличницей в школе и в колледже. А профессии учителя горела с малых лет. И встречалась только со сверстниками, никаких девиаций никто не замечал. С сентября 2023 года девушку впервые поставили преподавать в школе, она сразу взяла кураторство над четвертым классом. По версии следствия, с ноября она оказывала знаки внимания 11-летнему мальчугану, который приглянулся ей сильнее всего.